Шницель. Отличный кусок. Из него можно приготовить много шницеля. Очень много. Я считаю, что идеальная порция шницеля будет. Чтобы всю кухню здесь не испачкать, мы затянем его пищевой пленкой. У нас с тобой нет молотка, поэтому воспользуемся пищевой пленкой. Всегда нужно отбивать от себя, то есть тем самым распластывая его. Отлично. Первый шницель готов. Тоненький, хороший. Соль. Черный перец. Здесь мы не отходим с тобой от классики. Делаем с тобой лизун. Два яйца. У нас будет очень простой соус, мега простой. Небольшая вариация дзадзики. Хороший йогурт с лимоном, с лимонным соком и огурцом. Сейчас поймал себя на мысли, что нарезаю, зачищаю огурец, а как будто с вырезкой делают. Наверное, уже проб в деформации, конечно. Миска. Йогурт. Оливковое масло. Соль. Черный перец. Немного тимьяна. Раз он есть, то он. На пятерочку. Масло. Если мы сейчас положим холодное масло в шницель, ну, конечно, он пропитается. Поэтому самое главное всегда высокая температура масла. Не перегретое, но высокое. Яйцо. Ждем, когда масло начнет немного у нас дымить. Так, включаем этот сотейник на пятерочку тоже. Мини-картофель. Мы просто обжарим его семьяном, розмарином, сливочным маслом и все. Либо пополам, либо на четыре части. Я буду обжаривать сразу на сливочном масле. Вуаля. Я знаю, что все любят шницель. Шницель готовится не так долго. Примерно полторы-две минуты с одной стороны, полторы-две с другой. Снимаем. Выкладываем на салфетку. И смотри, как мы с тобой кладем мясо всегда на сковородку. Таким образом. Если брызнет масло, оно брызнет туда. Золотистая корочка все обжарилась, как и должно быть. Печеный картофель. Соус можно использовать и к картофелю, и, конечно же, к мясу. Шницель. С хрустящей корочкой. И натрем небольшое количество яблока. Пора пробовать. Базовое блюдо. Мы сейчас готовим не ресторанную кухню, а готовим как для дома. Просто показать, какой потенциал есть у мяса. Слегка розоватая. Тот самый хруст, которого многие ждут. Ммм. Ммм. Продолжение следует...